Артем, когда мы выложили наш прошлый ролик, который начал тему комплайнса, то, чем ты занимаешься, и под ним появился комментарий. Комплайнс, что это такое за слово? Ведь есть же русское слово аудит. Что мы можем ответить для начала нашему пользователю? Это одно и то же или нет? И да, и нет, и не совсем. Русский язык действительно могучий язык, которым никто его не собирается прибеднять, но мы сторонники того, что если что-то изобретено не у нас, то и стоит использовать слово, которое люди предложили. Например, слово футбол. Есть же у нас слово и нога, и мяч, но мы же не называем это ногомяч, мы называем это футбол. И комплайнс, он не только про аудит, это скорее подходит больше слово соответствие. И соответствие не только законодательству, но и нормам, нормам деловой этики, религиозным нормам. Такое понятие, как шария комплайнс, например, еще более возможно консервативное общество, это вот в Средней Азии государство, у которых распространяются нормы шария комплайнс на компании. Ты знаешь, почему я, по сути, выступил таким инициатором появления на канале Финверсия, который на самом деле канал для инвесторов вот этой темы, тема комплайнса, потому что многие из этих инвесторов, частных инвесторов, которые смотрят канал для того, чтобы инвестировать, на самом деле они являются либо владельцами предприятий, либо топ-менеджерами предприятий. И хочется немножко дать им дополнительной информации, поэтому тебя приглашаю, поэтому и спрашиваю по поводу твоей деятельности комплайнса. Сейчас такой хайп, информационный хайп, не только информационный, биржи падают, коронавирус. Чем ответит комплайнс? Вообще, как-то это вот твоя отрасль реагирует на это или нет? Конечно, реагирует. Я немножко с начала твоего вопроса начну отвечать. Вот недавно был буквально Гайдаровский форум, там очень хороший пример, я считаю, очень такой, можно сказать, авторитетное мнение. Сотрудник, ведущий Standard & Poor's, рассказывал про их стратегии оценки, их принципы оценки. Так вот, компании с внедренными кодексами этики, с внедренными комплайнс-принципами, антимонопольный комплайнс, налоговый и другие, они в долгосрочной перспективе дают на 2% больше доходность, чем без комплайнса. Соответственно, тоже есть другие исследования, очень тоже известные, западные, про то, как компании с внедренными комплайнс-инструментами, в принципе, более устойчивы к кризисам, большую доходность показывают. Это если мы говорим о собственниках. Говоря же о коронавирусе, то я вот тоже думал на эту тему. Теоретически, если так смотреть более глобально, я не вижу большой разницы между коронавирусом и санкциями, как бы это парадоксально не звучало, поскольку, ну, какими-то санкции там не были, но все равно где-то есть что-то, с чем лучше не работать, потому что можно получить какие-то проблемы. Санкции, ты имеешь в виду санкции от контролирующих органов, а не санкции, наложенные на нашу экономику? Нет, санкции, я имею в виду международные, например. Ну, вот какая тебе разница, что вот есть государство, у которого тебе запретили закупать там что-то, иначе ты в родном государстве можешь получить какие-то проблемы, либо что в этом государстве много зараженных людей, и лучше туда не ехать торговать. В принципе, отличий-то мало. И сейчас, конечно же, коронавирус, он, это является риском, риском для человеческих ресурсов в первую очередь. И государство, они выдвигают свои требования и предложения, которые, собственно, и включаются в комплайнс-требования. Это тоже можно назвать соблюдением комплайнс-требований по противодействию коронавирусу. Так, в России уже мы знаем, что Роспотребнадзор выдал требования и рекомендации для сетей, для заведений, для торговых сетей о том, как противодействовать. Это достаточно банальные вещи, маски, антисептики. Но в Европе и, в принципе, на Западе все намного более масштабно и интересно обстоит. Например, в Китае я нашел на днях буквально ресурс, в котором публикуются все нормативные акты и заявления властей касательно того, что происходит на фоне коронавируса. И там это сделано в формате ответов на часто задаваемые вопросы. А когда мы выйдем на работу? А если вот сотрудник у меня заболел? А если он не заболел? А куда? А сюда? И получается, что формируются со ссылками. Я на китайском не читаю, но мне хватило гугл-переводчиков, чтобы понять, что они очень серьезно к вопросу подошли. Они это транслируют на предприятия? Или это такие рекомендации? Я это нашел скорее на таком стороннем ресурсе, по-моему, на британской китайской торговой палате, где вот они там аккумулируют. Но я так понимаю, что это есть и один главный такой сайт для китайских предприятий, где вот можно это все находить в режиме реального времени. Новые какие-то законодательные нововведения касательно... Там даже по регионам идет. В каком регионе, где как разрешено, когда там открываются магазины, когда там сотрудники выходят, не выходят на работу. В целом же ситуация действительно приобретает серьезные обороты. И уже по большому счету, сколько коронавируса, вот этой теме времени, месяца два-три. Ну, порядка двух месяцев. Ну, да-да-да. Уже есть... Такого серьезных таких опасений и алармистских заявлений. Уже есть отчеты от британской торговой палаты в Китае, находящейся, о том, как это влияет на рынок, на британско-китайские отношения. Я думаю, мы можем в описании под роликом разместить ссылку на этот отчет. Да, конечно. Может быть, кому-то будет полезно. Также есть такая организация, SHRM, Society of Human Resource Management. Она объединяет более 115 миллионов работников по всему миру. У них тоже на сайте есть огромный материал, который дает ответы на вопросы касательно... Я бы это назвал кадровый комплайенс, связанный с коронавирусом. Поскольку там вопросы из серии «А вот у меня сотрудник заболел, а что делать? В плане больничного и так далее. Могу ли я запретить ему ехать в какую-то страну? Могу ли я запретить ему приезжать из какой-то страны?» И действительно, огромный лист вопросов, на которые есть ответы, и они носят такой больше характер, конечно же, потому что они по всему миру работают. Это такие общие мировые принципы, принципы, которые закреплены в международных стандартах по кадрам и аудиту. Они не могут учитывать все требования государства, конечно же. Но при этом они достаточно очень широкие и рабочие. Поэтому, если кому-то интересно, мы тоже могли бы эту ссылку разместить. Да, конечно, разместим. Это получается, что сейчас вот эти такие условно непростые времена, времена эпидемии, можно говорить, что инвестор может следить из-за такого рода информации и, соответственно, уже может делать какие-то выводы относительно конкретных компаний, эмитентов, которые в большей степени связаны с Китаем, и не только с Китаем, например, и с Италией тоже уже. Согласен с тобой. Просто, когда бывает, сталкиваешься с какой-то аналитикой по показателям коронавируса, вроде выполнены очевидные вещи. Говорят, что вот компания, которая занимается фармацевтикой из области медицины, у нее акции будут расти, давайте в нее все вкладываться. Это вроде понятно, но вот то, о чем мы сейчас с тобой говорим, это действительно такие слабые сигналы, которые могут быть интересны инвестору. Поскольку, если ты узнаешь, что какая-нибудь компания, например, по производству стульев, неважно, не фармацевтическая вообще и близкая, публикует какую-то у себя новость, что вот мы укрепили свой кадровый комплайнс, мы там проводим, разместили спиртовые салфетки, спиртовые жидкости в цехах, на каждом этаже, на каждом рабочем месте, раздали маски, провели инструктаж с начальниками среднего уровня, всех там по наблюдениям, кто у нас из отпуска возвращается, всем им отправили вот такие вот письма с ответами на глупые вопросы и так далее. Ты понимаешь уже, что в принципе она более устойчива, чем компания, которая попустительски относится к этому коронавирусу. И неважно, есть это коронавирус или нет, мы все-таки, как известно, живем в первую очередь в символическом мире, а потом в фактическом, уже в реальном. И если все говорят про коронавирус, значит с ним надо что-то делать. Как-то реагировать, явно или не явно. Конечно, как-то реагировать. Здесь лучший пример, я считаю, это, если я обращал внимание, вот эта зима в Москве выдалась мало снега, но очень много тракторов ездило по кругу, если их спросить, почему ты едешь, у них глонасс стоит, им надо откатать круги. И более того, они иногда ездили без щеток и без этих вот лопаток спереди. Ну, потому что жалко лопатки щетки. Нет, потому что в Москве стабильно должно быть много снега, а если снега нет, трактор все равно проедет. Вот и здесь. Неважно, есть коронавирус или нет, руки помой. Поэтому, конечно же, я вот так вот на эту ситуацию смотрю, что не только фармацевтические могут давать прибыль, но и просто, если мы видим отношение компании к коронавирусу, либо к другому риску, который внешне есть, вместо коронавируса, как я говорю, могут быть санкции, могут быть ужесточения налоговой политики, может быть что угодно. Мы видим, насколько это все жизнеспособно и устойчиво. Можешь ты поделиться какими-то кейсами относительно того, что-то компания не додумала, что-то не довнедрила, на что-то не обратила внимания. Давай так вот, по финансовому рынку есть что-то такое? Вот по российскому финансовому рынку. Ну, буквально, из последнего, что приходит на ум, это история с Локобанк. Это буквально в конце февраля было. Если помнишь, у них была реклама, которая много где пестрила. Локобанк, банк миллионов. И какой-то неравнодушный гражданин прочитал это так, что Локобанк, это банк миллионов человек. То есть, там два миллиона, один клиент должен быть. И подал жалобу в Федеральную темнопольную службу. Та, соответственно, провела исследование, действительно проводится исследование, там, по-моему, в Питере оно проводилось, если я не ошибаюсь, которое выявило, что у большинства людей ассоциируется именно с количеством людей. Локобанк, банк миллионов, слоган. А не фактически с тем, что имел Локобанк в виду, то, что у него есть несколько миллионов рублей, которые он раздает. Я думаю, что и не рублей у него тоже есть. Ну и не рублей, да тем более. Хорошо. И таким образом, им попросили изменить этот слоган и дается на это, на устранение этого нарушения один месяц. Ну и, соответственно, если правонарушение не будет устранено, то будет уже предъявлено санкции за нарушение антимонопольного законодательства, а именно речь идет об антимонопольном комплайенсе, который, кстати, был принят, подписан президентом позавчера. Закон об антимонопольном комплайенсе. Получается, что Локобанк стал локомотивом? Нет. Эта инициатива уже достаточно давно зрела и работала по внесению изменений в федеральный закон о защите конкуренции. И там не фигурирует слово комплайенс, в прямом смысле этого слова. Но речь идет о том, что компаниям следует внутри себя разрабатывать нормы по предупреждению нарушения антимонопольного законодательства. И когда ты их разрабатываешь, еще их можно отправить в ФАС, они проверят. Слушай, ну скажу честно, я понимаю коллег из Локобанка, которые мыслят цифрами, мыслят миллионами именно рублей, там кредитов выданных, там кредитных рублей. Ну вот здесь такую солому подстелить, когда найдется такой человек, который решит, что это миллионы человек. Да почему же? У них, например, еще был один очень забавный кейс. Они в прошлом году, это уже было, были оштрафованы, по-моему, на 300 тысяч рублей за смс-рассылку. То, что там не указывали существенные условия, это нарушение статьи 38, по-моему, если не ошибаюсь, закон о рекламе. Но ирония в том, что у них есть на сайте Локобанка, там Локобанк-журнал с советами бизнесу, и там есть целая статья про то, как избежать штрафа за смс-рассылку. Наверное, не читали. Может быть, потом написали, да. Ну, понятно, что Локобанк крупная структура, там одни пишут статьи, другие делают рассылку, но возвращаясь к символическому миру, это, конечно, очень... И ты тоже занимаешься вот такими вопросами, такой комплайенс антимонопольный, это в твоем поле деятельности находится, да? Не только. Я сейчас чуть-чуть тогда объясню. Есть разные компании в России, разного масштаба, разного рода деятельности. Но если ты задашься вопросом, что делают компанию и компании, то у всех будет ограниченный набор признаков. Что вот как отличить тебе компанию от, например, стола или от гуся. Там это определенный набор параметров. И этот набор параметров, он не такой уж и большой, и он у всех компаний, как правило, совпадает. Сейчас это у нас, мы сейчас выделили 12 пунктов, но их на самом деле, конечно же, чуть больше. И антимонопольный комплайенс, антимонопольное, соблюдение антимонопольного законодательства, это одна из тех черт, которые присущи всем организациям. Как бы это странно не звучало. У нас всегда ассоциация, что монополия, значит, это что-то большое, и антимонопольное законодательство нас всех не касается. Ну вот. Ну на уровне Газпрома где-то там, где-то в высших сферах. Нет, в том-то и дело, что по статистике, во-первых, ФАС, они действительно молодцы, потому что это больше предупредительный орган, чем карательный. Они сначала предупреждают, уже потом, если ты не исправляешь требования, они уже применяют санкции. Но по статистике, они в большей степени взаимодействуют, и вот как раз таки, можно сказать, стращают малый и средний бизнес. Поскольку в крупном бизнесе, как правило, уже есть вот этот антимонопольный комплайенс, уже есть специалисты, которые как-то это обжигались, и механизмы выстроены. Ну это вот то, что мы в прошлом ролике говорили, ты напишешь лучшая шаурма в галактике, вот как бы это нарушение закона антимонопольного, закона о рекламе, в том числе, поэтому от этого уже никто не застрахован. СМС, рассылки, звонки. Доходят до каких-то банальных вещей, когда на форумах по маркетингу, например, таких был, на конференциях, которые направлены на увеличение продаж, есть целый стенд компании, которые предоставляют услуги в виде звонков роботам. То есть робот звонит, и ты с роботом разговариваешь, хотя я думаю, что человек, а это по законодательству нашему запрещено. Так, подожди, но ведь есть же, вот эта тема мы нашли, потому что есть же, такой робот сейчас отвечает в Сбербанке. В Сбербанк ты сам звонишь? Да. И он уже определяет тебя и раскидывает на нужного тебе специалиста. Ну, например, блокировка карты, или там что-то такое. Либо на информацию допускать. А другое дело, тебе звонит робот, ты говоришь, алло, он включается, говорит, здравствуйте, здравствуйте, Игорь, ты говоришь, да, и ты с ним разговариваешь, ты не сразу поймешь даже, что это не человек. Ну, как бы за несколько реплик только. Или, когда тебе звонит робот, и ты еще висишь, там музыку слушаешь. Тоже такое бывает. Мне вчера так буквально позвонили. Ну, да. Я уже отключаюсь быстро, потому что я уже всех мелодий знаю, но я Зосе. Ну, я ее подпеваю, конечно. Вот. И, соответственно, это нарушение закона, но при этом организаторы конференции, мало того, что допускают, там стенд еще дают, ну, понятно, там это все на коммерческой основе, но дают стенд, еще и люди, которые занимаются продажами, к ним идут. И, как бы, ну, вот, приходи просто, будь, хочешь быть антимонопольным экспертом, приходи, всех визитки бери, потом, и все. Привет. Ты сказал о 12 пунктах вот этих описаний компаний, признаков компании. Это такой минимум, да? 12 пунктов. Я просто слышал такое понятие compliance minimum. Compliance minimum. Совершенно верно. Что это? Это вот эти вот сейчас 12 пунктов, которые мы систематизировали, это не те 12 признаков компании в целом, такие, как, например, цель зарабатывания денег, табличка на двери, там, да, стул, там, умный человек во главе. Это именно 12 областей, которым компания должна соответствовать. Если она не соответствует, то у нее возникают проблемы. 12 областей, ну, это такие, как соблюдение корпоративного законодательства, это соблюдение налогового, контроль доходов и расходов компаний, это в целом большая уязвимость, как раз таки та, которая вот инвесторам, в том числе, интересна. Проверка контрагентов, это должная осмотрительность, про которую все слышали, но четкого определения, к сожалению, в законодательстве нет. Соблюдение требований 115-го федерального закона отмывания денег, финансирования, терроризма, законодательство в сфере защиты данных, охраны труда и также кадровый комплаенс, это в целом они совмещаются, антикоррупция, антимонопольное законодательство и общий комплаенс и этика. Говорят, что числа правят миром. Нет, они только показывают, как правят миром. Иоганн Вольфганг фон Гетте. Биржевые курсы и котировки. Валютный информер. Котировки криптовалют. Инструменты технического анализа. Расписание торговых сессий мировых бирж. Полный экономический календарь. Все сервисы для инвесторов и трейдеров на портале и в мобильном приложении finversia.ru Скажи, пожалуйста, а есть вот эти отчеты как-то в открытом доступе, например, куда-то инвестору можно посмотреть и сразу скажут, вот эта компания соответствует, она пройдет комплайнс, там проверки и все. Или это на стороне компании, которые говорят, вот вам отчет, как это работает, инвестору куда сходить. Инвестор при инвестировании все-таки он прибегает к такому инструменту, как due diligence. Он либо, если мы говорим о каком-то другом виде инвестирования, в ценной бумаге, более таком распространенном. Там уже есть отчеты аудиторов, аудиторские заключения. Здесь же комплайнс проверка. Мы специально отходим от слова аудит, поскольку по законодательству аудиторы обязаны сообщать о правонарушениях своих клиентов. И мы специально. Комплайнс проверка. Данные по комплайнс проверке, они являются конфиденциальными. И инвестор может их увидеть, если их клиент сам покажет. Сейчас, конечно, мы двигаемся к тому, чтобы это делать более публичным, чтобы компания могла как-то заявить, повесить на стену сертификат, выложить его у себя на сайте. Для этого мы развиваем нашу систему сертификации, в том числе, например, в качестве контроля доходов и расходов компании, тоже в инвестиционных целях. Мы развиваем сейчас блок, посвященный корпоративному страхованию, поскольку в ряде случаев это может быть более эффективным использованием средств компании, нежели замораживание некой финансовой подушки. И также это минимизация рисков. Слушай, здесь такая сейчас тенденция происходит на рынке, что все больше средних компаний задумывается о привлечении заемных средств через облигации, через другие бумаги, которые котируются на фондовом рынке. И я бы, наверное, такой совет дал бы этим компаниям, пройти такую комплайнс-проверку и положить в отчет себе такой инструмент. Комплайнс-проверка, в отчет, конечно, ее лучше не вкладывать, потому что он в список на твоих нарушениях будет. Но это именно такая вещь, где ты знаешь, где поселить соломку, что называется. И это вообще-то сейчас востребовано достаточно на рынке. И мы активно общаемся на московской площадке с, соответственно, госорганами. И надо сказать, что правительство Москвы делает много для развития бизнеса, действительно. Это и штаб по защите бизнеса, например. Я знаю, что они не делают. Чего они не делают. Московское правительство, оно так скромничает о своих программах по развитию бизнеса, информационных программах. Я знаю, что они качественные, но они почему-то об этом молчат или просто в свои отчеты вкладывают. На мой взгляд, вот это вот какое-то такое более широкое компанию информационной. Нет, на самом деле, это очень полезные вещи. Я знаю нескольких финансовых советников, которые ходят специально на такие вот семинары, которые ставит московское правительство, департамент по развитию бизнеса, где там их учат ведению бизнеса. Я такие семинары тоже там веду. Я знаю нескольких финансовых советников, с которыми познакомился на своих семинарах. Поэтому, возможно, ты правду говоришь. Нет, они, конечно, распространяются в основном на своих площадках. Может быть там в силу каких-то там других своих пиар-стратегий. Но смысл в том, что вот эта вот попытка дать бизнесу возможность себя самопроверить, она сейчас активно с их стороны тоже поддерживается и развивается. И в действительности, я считаю, что бизнес узнать, где есть ошибка, это архиважно. Да, вот у меня есть один такой пример. Человек прошел у нас комплайнс-проверку. И его компания прошла. Он, соответственно, видимо, думал, что на этом все хорошо. И он получил большое заключение о том, со своими рисками. Закрыл компанию и уехал в Саши? Нет, нет. Он сказал, что даже, он ее, может быть, полистал, но сказал, что у него нет времени на это. И он вообще в этот момент там сидел, занимался чем-то вроде заказа мебели в офисе. Ну, то есть, что-то такое, что, в принципе, можно отложить или кому-то перепоручить. Один из этих рисков сработал. И причем сработал он очень дорого. У него, получилось, закрылась одна из его точек полностью, которая, соответственно, и прибыль приносила. И стоимость ее закрытия, там, тысяч пятьсот рублей, ему стоило там все это вывести, там, организовать. И плюс, соответственно, чтобы закрылась точка, а не он, это ему тоже стоило денег. И, соответственно, когда мы до того, как этот риск сработал, мы с ним общались, я ему говорил, что, Вася, можно из твоей компании сделать конфетку, буквально конфетку, и он ее, может быть, когда-то думал даже продавать, прям причесать полностью, все документы внедрить, все организовать, там, и сайт причесать, потому что на сайте, там, банально нет политики конфиденциальности. Вообще, это полный правовой нигилизм. Я говорю, можно вот, все это вот адаптировать под твою, там, сферу деятельности, все это укрепить за миллион, может быть, полтора и за год. Действительно, там, как бы, можно это было все сделать за такие суммы, но он сказал, что у него на это нет денег, и потом ему в сумме вся эта история стала порядка, может быть, трех миллионов рублей с учетом, там, недополученных прибылей, убытков, закрытия точки, поиска новой точки и так далее. И в связи с этим, ну, вот, есть такой подход в бизнесе, что есть отдел, который у тебя приносит деньги, там, это отдел продаж, а есть отдел, который убыточный, который забирает деньги. Это бухгалтерия, юридический департамент и так далее. Но, я сторонник другого подхода. Я сторонник того подхода, что хороший предприниматель, он не боится тратить деньги, он их не теряет. И, соответственно, ты можешь вложить там сколько-то денег и застраховаться, например, как то же самое страхование рисков, а можешь просто ничего не делать и отдавать деньги для того, чтобы закрывать вот эти образующиеся дыры. Ну, может быть, сравнительно небольшие относительно стоимости такой реформы компании, да, но большое количество малых, доз, оно здесь как раз тоже сказывается. Так нет, в том-то и дело, вот на этом примере четко видно, что у него на одной из 20 или 30 точек сработал риск, и ему это стоило 3 миллиона рублей. Хотя он мог их все закрыть за 1-1,5. Ну, пусть там за 1,5 бы он их закрыл. Но, понимаешь, когда у него этот риск сработал, ему же не дали документы подготовленные, ему же не сказали, как действовать. Ему просто ее закрыли, а по факту он остался все равно перед тем, что ему надо вкладывать 1,5 миллиона рублей в то, чтобы причесать компанию. Эта компания, я так понимаю, небольшая какая-то розничная сеть, раз у него вынимание одной точки, сразу очень серьезно повлияло на общий бизнес. У тебя есть какие-то примеры, когда большая компания пренебрегает комплаенсом, пренебрегала вот какие-то кейсы? Есть такой почти хрестоматийный кейс, можно сказать, Саяно-Шушенская ГЭС, это 2009 года. Чем он интересен, я немножко расширяю твой вопрос, там комплаенс-то, конечно же, был, но он плохо применялся. Я напомню, как там все происходило, это крупная авария, погибло 75 человек. Ну, в общем-то, ужасная, на самом деле. Да, катастрофа была, 13 пострадавших, загрязнен Енисей, река. И, по иронии, незадолго до аварии, ну, точнее, не по иронии, я считаю, это как раз-таки промысел некий, была проверка Ростехнадзора, которая выявила нарушение, и которая была предписана, соответственно, устранить. Любопытно, что многие процессы, собственно, это и было-то риском в компании, были выведены на аутсорсинг. И главный метролог Саяно-Шушенской ГЭС, который тоже изначально был под следствием, он писал заявление по линии профсоюза о том, что это очень критично, что это очень создает высокие риски, и там оборудование старое, запчасти не выпускаются, и так далее. И суть посыла в том, что из-за того, что была внедрена вот эта система компания, еще, разумеется, в советские годы, иерархичность, как подавать документы через профсоюз или напрямую начальникам, это его освободило от ответственности. К нему были сняты претензии, и уже непосредственно санкции были применены к руководству Саяно-Шушенской ГЭС. Вот, это пример наличия системы комплайнс. Есть иерархия ответственности. То есть, система документа оборота, это тоже, по сути, комплайнс. Да, документ оборот и иерархия ответственности. Каждый отвечает за свой блок. Он, как метролог, работал хорошо. То есть, можно это расценивать так, что он скинул ответственность на начальника, но все плохо в компании, на его участке работы. Он говорит, ребята, все плохо в компании. Он же не может пойти у начальника отобрать клиент в банк, сам закупить оборудование, поставить его. Он свою работу выполнял добросовестно, и поэтому к нему не было претензий. То, что начальство ее не воспринимало, это уже, соответственно, их проблемы, ну, к сожалению, проблемы еще погибших людей. Правила дорожного движения, воинские уставы, требования Ростехнадзора, другие такого рода нормативные акты, они все-таки пишутся кровью. Это надо понимать. И что если есть где-то предписание что-то исполнять, надо его внедрять. Когда мы говорим об обычных компаниях, которые там офисные, там купли-продажи занимаются, тут, конечно же, нет таких больших рисков, хотя никто не застрахован от кейса, как было у Телленола. Например, это американский препарат, если не ошибаюсь, это в 90-х годах было. Один из работников насыпал яд в таблетки. Телленола, это были очень распространенные медикаменты, и несколько человек умерло. Ну, такая, можно сказать, лотерея. Доброй души человек. У него было психическое отклонение. Никто от такого не застрахован. Но внедряя определенную иерархию ответственности, можно от этого хотя бы это как-то... Минимизировать. Минимизировать и не упасть в глазах своих потребителей. Потому что все равно мы хотим потреблять там, где мы знаем, что все хорошо. Возвращаясь к стоимости компании, к Goodwill компании, через compliance, увеличение, скажем так, к стоимости бренда за счет соблюдения таких вот процедур. Можно сказать, что однозначно могу сказать, что коронавирус это не compliance, поскольку известное пиво Corona Extra, оно сейчас на 4% уже, если не ошибаюсь, упали продажи. Проводились соцопросы среди потребителей короны. 16% сомневаются, что Corona Extra связано с коронавирусом. Я повторюсь, они сомневаются, что мексиканское пиво... Но не уверены до конца. 4% отказались от его потребления, а запрос в гугле Corona Extra коронавирус пиво, какой-то такой запрос, у него там взлетело количество на 2600%. Это же интересно, я считаю, пиво с коронавирусом. Нет, ты смотришь на пиво и думаешь, ну пиво и пиво, смешно называется корона, коронавирус. А кто-то подумает, что там действительно есть коронавирус в этой бутылке. Интересно посмотреть на акции этой компании, которая сейчас принадлежит бренду, что там с ним происходит. Ну, это уже материал для другого ролика. Ну, про то, как влияет и распространяется коронавирус, мы так это коснулись. Тема модная, тема, к сожалению, реально влияет на экономику. А распространение такой истории, как compliance, как сейчас происходит, как вы это делаете? Оно идет намного быстрее, чем это может казаться. Чем коронавирус. И, кстати, хорошо, потому что compliance это тоже вирус, только хороший, которым мы пытаемся заразить все компании в России. Сейчас мы, например, участвовали в создании комитета по compliance при Московской торгово-промышленной палате, на котором будут соответствовать... Это реально не шутки, это не такая новомодная история, которая мода схлынет, пройдет, и все забудут о том, что такое compliance. Если создается комитет, то это... Создается комитет, причем, что примечательно, при торгово-промышленной палате, которая входит в систему торгово-промышленных палат по всей планете, а это уже отработанный механизм взаимодействия бизнесов между странами. Потом, все-таки, compliance, он очень хорошо развит на Западе, в остальном мире, и как мы с тобой в начале ролика обсуждали, всего только недавно появился коронавирус, а уже есть огромное количество информации о том, как compliance, и коронавирус взаимосвязаны, и как это все работает. Точнее, антикоронавирусный compliance, назовем его так. Также, мы занимаемся выстраиванием партнерских отношений с крупными компаниями, у которых есть экосистемы. Первыми в этом стали единая электронно-торговая площадка, у них на сайте есть раздел compliance проверка, можно его там увидеть. Другой пример, это центр Россия ОСР, который является дискуссионным центром в России при организации экономического сотрудничества и развития, сейчас запускает курс образовательный про ответственное ведение бизнеса. Мы там будем являться спикерами, куда я хотел бы пригласить слушателей. Ссылочку дам. ОСР, чем интересна эта организация, это объединение ведущих экономик мира, которые вырабатывают стандарты, которые потом уже перетекают в директивы Европарламента, в ООН, с каким-то определенным лагом. Но тем не менее, это именно те практики, на которые ты смотришь и понимаешь, что это будущее России. Через сколько-то лет у нас это все то же самое будет. И в принципе, так оно и есть. Мы это замечаем, вот тот же самый антимонопольный compliance, например. Не было, не было и появился. Поэтому будем ждать дальнейшего развития compliance в России и повышение социальной, повышение ответственности бизнеса. А ты свою компанию не собираешься выводить на биржу, делать открытое акционерным обществом? Нет таких мыслей еще? Такие мысли есть, конечно же. Но не в ближайшее время, наверное. Потому что то, чем ты занимаешься, как я понимаю, вещь перспективная. Я думаю, что здесь... С нами общалось одно из рейтинговых агентств, наших, российских, которые с лицензией ЦБ. Поскольку это там и биржи, и все это взаимосвязано. И им интересны принципы, по которым мы осуществляем compliance проверку, куда и как смотрим. Поскольку мы не просто смотрим на основе законодательства, как-то и все. У нас есть определенный синтез принципов, норм законодательства, взглядов, реалии российской. Поскольку понятно, что всему нельзя соответствовать, поэтому есть термин compliance минимума. Вот эта вот грань, линия на песке для отделения совсем уж прям компании, которые черный-черный, с которой лучше даже не сотрудничать, потому что еще и замучаешься потом отдуваться. токсичные. Токсичные, да. И компания уже, которая стремится к тому, чтобы не иметь проблем. Просто платить налоги, не лезть в политику, зарабатывать деньги. Это известная формула. Вот compliance это про это. Если вам необходима помощь экспертов в принятии решений по таким вопросам, как инвестиции с повышенной доходностью, сбережения с покрытием инфляции, подготовка и старт инвестиций, пассивный доход, пенсионные программы, снижение долгов, планирование и получение выгодных кредитов, налоги и их оптимизация, кредитование бизнеса, личное финансовое и инвестиционное планирование. Воспользуйтесь справочником финансовых советников на сайте eqpa.ru. Выбирайте персонального финансового консультанта и управляйте деньгами. Ссылка в описании под видео. Субтитры создавал DimaTorzok